Приветствую вас, не споря с коллегой. Хочу сказать, что у вашей проблемы есть два основных аспекта. Первый аспект заключается в том, что вы, как вот пишите, да, что проект вам уже не кажется хорошей идеей. То есть что-то заставляет вас думать, что проект не очень хорошая идея. Знаете, если бы это был ваш бизнес, ну, бизнес-проект, как вы вот говорите изначально, да, что вот я хочу вот такой вот бизнес себе, да. А если изначально вы хотели бы именно бизнес-проект свой, то я думаю, что вряд ли у вас появилась бы такая мысль, что это не очень хорошая идея. А так получается, вот по факту, получается, что вы просто взяли, просто взяли такой способ реализации своих потребностей на вооружение. То есть вам, вам, это идея, идея бизнес-проекта, вам она для чего-то нужна. Вот. Ну, то есть, возможно, вы не хотите работать на кого-то, да, как сейчас, это бывает. А, вероятно, у вас есть творческие какие-то идеи, творческие задумки, да, которые бы вы, вот, могли бы как-то, ну, реализовать, да, самостоятельно. То есть есть какие-то, ну, некий, некий потенциал. Есть желание, может быть, доказать, там, окружающим, да, что вы можете, что вы способны. Есть желание получить какой-то результат, от того, что вы делаете возможно. Почему я говорю возможно? Потому что, я не знаю, пока. Вот. То есть, иными словами, что-то стоит за тем, что вам хочется свой бизнес-проект. потому что, ведь, что бы бизнес-проект сделать, чтобы его создать, чтобы он приносил прибыль, мало просто хотеть. Нужны навыки. Ну, нужен план, нужно понимание, именно, ну, четкое понимание того, для чего я это делаю, зачем я это делаю, понимаете, чего я хочу. А мотивация у вас явно, ну, явно связана с другим. То есть, вы через бизнес-проект хотите получить что-то для себя. ну, вот. И, как бы, от, от бизнес-проекта вы ждете того, что он вам это даст. Бизнес-проект. А он вам этого не даст. Потому что, как бы, бизнес-проект вкладывают. И, вкладывают довольно много, долго, знаете, как бы, о чем идет речь. А не так вот, что, как бы, ну, немножко поработал, да, и, и все. Как бы, и все хорошо. Да. Поэтому, тут нужно подумать, для чего вам, бизнес-проект нужен вообще, в целом. Зачем он вам? Какой, какой смысловой нагрузкой вы его наделяете? Да? именно, вот, именно, бизнес-проект. Вот. И, тогда уже вы сможете лучше понимать, что вам нужно. Может быть, тогда дело здесь не в бизнес-проекте, не в том, что, вам, вот, нужно, заниматься, именно, своим делом. а может быть, чем-то, чем-то другим, более подходящим, по, вашим мотивам, по вашим, желаниям, и так далее. Но, это нужно анализировать. То есть, для бизнеса, еще раз повторю, для бизнеса, нужны условия, нужна, нужен навык, нужно умение. Бизнес, это, целый образ, как бы, жизни. Да? Это, именно, образ, жизни. А не, вот, то, что, вы, как бы, ну, не то, что вы говорите. Работал, деньги закончились, а почему деньги закончились? Почему деньги тогда закончились? Как вы, позволили, позволили, деньгам закончиться? Значит, где-то вы, подаетесь эмоциями. Где-то вы, подаетесь своим, желаниям. Где-то вы, руководствуете, ну, не совсем, тем, что нужно. Да? Где-то вы, руководствуете, там, ну, например, не вопросом, эээ, дела. Да? Не вопросом, там, скажем, необходимости, не вопросом бизнеса, а вопросом, по их эмоциям, например. Вот. Ну, и, естественно, что, в итоге, у вас, не получается. Вот. Дальше. другой аспект проблемы, на мой взгляд, заключается в том, что вы, может быть, даже, хотели бы, чтобы вас не получало. почему? Зачем? Для чего хотели бы? Ну, вполне вероятно, что у вас есть установка, что нужно что-то делать. Нужно в этой жизни как-то, например, крутиться. там, нужно в этой жизни, там, чего-то добиваться. Ну, как бы, думаете вы. Вот. И работать на кого-то, да, для вас это, ну, далеко не самый лучший вариант. Ну, просто вот, в силу ряда причин, да, мы сейчас не будем говорить, почему. И вам нужно показывать самой себе, что вы что-то делаете. Вам нужно показывать самой себе, что вы стараетесь. какие-то усилия для того, чтобы эту установку реализовать. И при этом сами же себе вы запрещаете этого достигать. Почему? потому, потому, что внутри, как бы, внутри вас подсознание, или, может быть, наоборот, больше в сознание, а не в подсознание. не в подсознание. этого не хочет. То есть, делаете вы это не для себя. Сделаете вы это не потому, что хочется вам, а потому, что кто-то за вас это решил. и вы теперь вынуждены это продвигать. Как бы, ну, продвигать то, что за вас решили. Приятно вам это? Нет. Хотите вы этого? Нет. Обязаны ли вы это делать? потому, что ну, такая установка у вас. Да. Вот этим и объясняется то, почему вы не добиваетесь. Потому, что мотивация не та. Апатия, да, возникает у вас. Какое-то вот сопротивление внутреннее, да, наверное. Ну, наверное. 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 Все правильно. Внутреннее сопротивление, потому, что я этого не хочу. В душе я этого не хочу. Я сопротивляю. Но я должна. Я должна, и я это делаю. Кому должна? Зачем должна? она. Знаете. Вполне возможно, что вы свое желание просто хотите слишком быстро реализовать. У вас есть желание свое дело, да, иметь. но при этом вопрос, а как бы зачем? Ну, свое дело это же не сразу. Знает уже такой довольно долгий процесс своего дела. И ну, вам, вы же понимаете, что на этом нужно время, что на этом нужны там силы, да, на еще что-то фредство, что проект нужно поддерживать, что какое-то время он будет убыточен, там, и так далее. А вот. А у меня, скажем, такое впечатление, что вы хотите все очень быстро получить. И вот это вот ваше у меня нет сил для того, чтобы работать и одновременно заниматься дизайном одежды, да, но это вот такая позиция, в некоторой степени она вам не понравится, как я ее скажу, вам не понравится. Вот. Но это появится жертвой в некоторой степени. Потому что я хочу, но я не могу. А что можете тогда? Как работу подбирали себе тогда? Ну, если вот вас, например, не устраивает, да, ну, вот, вас не устраивает, что работа отнимает, например, ну, допустим, сильно много времени и сил, да, вас это не устраивает. Вам, ну, неудобно, тяжело, там, как-то еще. Вот. Значит, нужно такую работу найти, чтобы она позволяла вам работать над своим проектом. А если вы такую работу не нашли, значит, ну, что произошло? Значит, не серьезно подошли к вопросу. Правильно же? Ну, я надеюсь, понятно, да, предлагаю, предлагаю. То есть, нужно анализировать, анализировать вашу субъективную составляющую того, что вы делаете. Очень многие люди хотят заниматься бизнесом. Очень многие люди. Получается, далеко не у всех. Почему? Да потому, что бизнесом заниматься сейчас модно. Это актуально. Это, вроде бы, как правильно. И так далее. Вот. Но нужно понимать, что бизнес становится бизнесом тогда, когда любимое дело начинает носить доход. Сразу приносит любимое дело доход? Нет. Не сразу. С параллельной работой. Любимое дело это как бы хобби. Это как бы хобби. Мать дела. И вы занимаетесь этим хобби. занимаетесь 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 занимаетесь. Сами мы обычно работаем. И после этого постепенно хобби начинает поножить какой-то доход. А вы хотите свое хобби сразу коммерциализировать? ну вот и вопрос. Для чего? Понимаете? Для чего? А так нужно определять, в какой момент вы именно теряете мотивацию. Вот. на что открываетесь когда говорите про что это нехорошая идея уже? Вот. Как деньги распределяете? Для чего устраиваются на работу? Почему увольняете? А можно договориться не на полный рабочий день? Ну, в общем что там можно делать? Так как стало можно подкопить. Можно, например, поработать побольше, да? Допустим сколько вы работаете? Ну вот 1-4 месяца, да? Ну, поработайте полгода. Поработайте год. Многобитый денег чтобы потом сразу как бы. Но вы так не хотите. Вы я думаю сами бы пришли к этой идее легко. Вот. Так что задумайтесь собой. Задумайтесь собой. И вот когда вы эти вещи разберете для себя хотя бы когда вы эти вещи разберете вот тогда у вас и мотивация повысится. Потому что общей мотивации нет. Есть то, чего я хочу. Есть то, для чего я хочу. И есть то, что я могу сделать для того, что хочу. на этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.